Приветствую вас, уважаемые коллеги-трейдеры, на торговой сессии вторника на календаре 28 сентября и мы продолжаем анализировать рынок, используя математическую модель поведения цены. И прежде чем мы начнем, хочу вам сообщить, что мы добавили мониторинг счета, на котором работает торговый робот, о котором мы рассказывали несколько недель назад. Это математический робот, использующий в своем алгоритме статистический количественный анализ и теперь вы можете в режиме реального времени понаблюдать, как этот робот работает. Счет сделан на платформе брокера Амаркетс, счет реальный, почти на 10 тысяч долларов. Вчера мы запустили этого робота, он за день наторговал, за неполный день, вчера вечером он был запущен, наторговал уже 33 доллара. Вот, просадка была совсем небольшая, меньше 1%. Значит, пока что консервативный режим выбран для работы этого робота, то есть начальный лот выбран 0.05, хотя депозит, в общем-то, позволяет спокойно работать с 0.1 лота. Посмотрим, как он будет работать в этом режиме и дальше уже его, если что, будем подправлять. Ссылка на мониторинг данного робота будет в описании под этим видео, пожалуйста, добавляйте себе в избранное, наблюдайте. Если будут какие-то вопросы, вы всегда можете обратиться ко мне, либо через платформу Амаркетс, мой профиль есть на платформе, либо написав мне в личку мой Телеграм, сейчас у вас на экране Galaxy, нижнее подчеркивание, ком. Только Galaxy через единичку, будьте внимательны. Итак, теперь давайте непосредственно к анализу. Несмотря на то, что я уже давно использую математический анализ для прогнозирования ситуации, иногда просто поражает, насколько точно он работает. Обратите внимание, мы с вами вчера прогнозировали снижение на вот такую размерность, и сегодня видим, что эта размерность выполнилась практически пипс-пипс. Так что сейчас наступает очень выгодное время для покупок. Пожалуйста, не пропустите этот момент. Обязательно закупайтесь, потому что восходящий тренд пока у нас еще продолжается. И, собственно, на коррекциях, особенно что касается S&P 500, всегда выгодно покупать с далеко идущими целями. Цели у нас, по сути, с вами не меняются. Единственное, они только корректируются. То есть вот этот уровень 45-46, который мы отмечали, он немножко сдвигается вниз, исходя из того, что размерность у нас идет немножко пониже. Но и здесь можно даже вот так сделать. То есть видим, что вчера было обновление локального максимума. И можно сделать вот таким образом. То есть, по сути, здесь мы теперь имеем вот такой диапазончик. Его можно отметить прямоугольником, а вот эти горизонтальные уровни просто удалить. Диапазончик у нас ограничивается котировками 45-32 и 45-47. Ну, то есть, по сути говоря, толком-то не изменились наши цели. Верхние именно, просто добавилась еще одна нижняя. Ну и промежуточная цель это 45-14 ключевой уровень. Продолжаем смотреть вверх. Евро по отношению к доллару снизилась, выполнив размерность, про которую я говорил на вчерашнем обзоре. Значит, здесь у нас произошло тестирование зоны ликвидности. По сути говоря, сейчас также здесь наступает удачное время для того, чтобы подумать о покупках. Но будьте, пожалуйста, предельно внимательны, потому что сейчас здесь покупки носят агрессивный характер. Собственно, что здесь можно отметить? Ну, у нас есть некоторое снижение. Если мы рассмотрим, допустим, предположим, что вот это у нас будет волна А, вот это коррекция волна Б и вот это волна С, то данная конструкция у нас будет усеченная. Поэтому с этой усеченной конструкцией мы можем с вами кое-что совершить. А именно, ну, во-первых, надеюсь, не возникает сомнений, что эта конструкция именно усеченная, потому что видим, что волна С гораздо меньше, чем все предыдущее движение. Вот, поэтому здесь у нас будет следующий сценарий. Мы рассмотрим вот это последнее снижение, которое у нас было аккуратно с 23 сентября. То есть это трехдневное снижение, ну, почти четырехдневное. Мы рассмотрим также на предмет слабости конструкции. То есть мы возьмем сетку Fibonacci, растянем ее вот так и увидим, что усеченная конструкция, граница усеченной конструкции у нас лежит на котировке 1.16.689. Вот пока мы этот уровень не пробили, пока цена не закрепилась ниже него, у нас с вами есть все шансы для того, чтобы скорректироваться и пойти в восходящем направлении. Теперь уже нам, наверное, не нужен будет вот этот канал, поскольку он несколько раз пробит, перебит. Мы с вами построим новый. Возьмем от крайней вершинки. Только теперь какую вершинку здесь выбрать, это, конечно, большой вопрос. Давайте увеличим, что ли. Так, сейчас увеличим и посмотрим. Так, ну давайте. Значит, вот так. Граница волнового уровня здесь не пробита. Значит, получается, вот эти вершинки у нас остаются истинными. Значит, чертим вот отсюда, вот от этой вершинки. Так, да ё-моё, мазила. Так, вот от этой вершинки мы чертим и, получается, чертим вот до этой вершины. Так, вот таким образом у нас будет пролегать с вами трендовая линия сопротивления. Если мы её преодолеем, то, соответственно, дальше у нас будет сценарий очень простой. Ждём пробоя, затем ждём коррекции. И на повышении волнового уровня, причём желательно с обновлением пивота, а ещё лучше с обновлением вот этого пивота, мы выходим в ланги с ближайшей целью в котировке 1.17.63. Это нижняя граница верхней зоны ликвидности. Ну а дальше уже держим сделку до какого-то глобального тейк-профита. В любом случае, что касается нисходящего движения, здесь, как видим, уже очень такая сильная дивергенция нарисовалась. И плюс здесь всё-таки есть мощный разворотный уровень. Конечно, не факт, что мы развернёмся. Мы отлично знаем с вами, что рынок может преподносить сюрпризы. Поэтому в текущей ситуации я не рекомендую заходить прям с текущих позиций. Но если только вы не выставите стоп-лосс где-то на 27 пунктов, примерно на котировку 1.16.539. Потому что на этой границе там уже будет и пробита усечённая конструкция и будет пробита зона ликвидности. Поэтому там уже, скорее всего, мы повалимся вниз по старшему таймфрейму, а лететь нам по старшему таймфрейму до следующей цели. 1.15.91, 1.16.074, ну и более дальний уровень 1.15.838. То есть, в принципе, есть куда лететь. Что касается ближайших целей, здесь тоже достаточно сложно сказать, потому что у нас были цели, которые уже отработали. То есть, например, вот этот диапазончик, видим, отрабатывал неоднократно. Если мы с вами затем посмотрим вот этот диапазончик, то здесь нам только вот так нужно будет строить. Но вот эта шпилька мне откровенно не нравится. Вы знаете, что я не люблю шпильки. Ну а если мы построим вот этот целевой диапазон, то увидим, что он... Где он? Ну что он практически, можно сказать, с небольшой погрешностью совпадает с предыдущим, поэтому в его построении нет особого смысла. Вот, так что, ребят, если мы полетим дальше вниз, то это будет полет очень долгий. Если мы пойдем наверх, то здесь есть возможность неплохо заработать, ну, по крайней мере, пунктов 60-70 забрать с этой валютной пары. Идем дальше. Фунт-доллар. Фунтик продолжает у нас флетить. Как видим, здесь... Так, вот, мне интересно, здесь у нас будет усеченное... Ой, вложенный день или нет? Здесь у нас был low 1.36.50.578. А здесь... 1.36.578. Одинаково. Ну, блин, не знаю, конечно, как интерпретировать такую ситуацию. Конечно, хотелось бы все-таки иметь возможность отработать усеченную конструкцию, но когда котировки равны, здесь бабка надвое сказала, что называется, 50 на 50. Поэтому давайте с вами построим для ориентира зоны ликвидности, но просто имейте в виду, что они могут не сработать или могут быть какие-то погрешности в срабатывании. Так, ну, вот эта зона ликвидности, она вообще практически совпадает с предыдущей. Так. А верхняя зона? Верхняя тоже зона немножко совпадает с предыдущей. Так. Границы строим. Так, если вам плохо видно, сейчас продиктуем. Значит, нижняя зона 1.36.30. Верхняя граница. Нижняя граница 1.35.97. Что касается верхней зоны, 1.37.56 нижняя граница, 1.37.898 верхняя граница. То есть вот такая дополнительная зона у нас появилась. Идеи здесь абсолютно те же самые по отработке. То есть мы ждем подхода к одной из зон. И здесь лимитными ордерами работаем на отскок. При прохождении 50% переводим сделку в безубыток. Можно зафиксировать часть позиций. В принципе, ничего тут толком не меняется. Что касается трендового канала. Ну, как видим, мы его благополучно пробили. Ну, или, по крайней мере, попытались пробить. Поэтому я думаю, что с текущих позиций мы сейчас уйдем вниз. Просто вот по этой размерности как раз до верхней границы нижней зоны ликвидности. И отсюда уже будем идти в восходящем направлении. То есть пока что у нас сценарий именно вот такой. Доллар японская иена продолжает переть как танк в восходящем направлении. Хотя обратите внимание, что вчера от уровня, который мы с вами отмечали, 111.044, была прям точечная реакция на 26 пунктов. Но, к сожалению, она не продолжилась в дальнейшем. Поэтому все наши размерности, они переносятся выше от текущего локального максимума. Что касается уровней поддержки по сетке Fibonacci, мы их также с вами обновляем. Теперь это у нас котировка 110.431 и 109.932. Это что касается всего последнего восходящего движения. Если взять вот это движение после маломальской какой-то коррекции, то здесь, естественно, уровни будут ближе. Это 111.043 и 111.850. Причем одна из размерностей как раз указывает на уровень глубокой коррекции. Но я бы на них особо не ориентировался, потому что, ну, блин, да тут нет зеркальных уровней, от которых можно было бы отскочить. Мы как бы все уже пробили, ребят. Цена находится вот здесь. Мы, получается, оттестировали одну зону. Значит, здесь с учетом коррекции дополнительная зона была также оттестирована. Ну, все, сверху ничего не осталось и снизу ничего не осталось. То есть сейчас рынок может двинуть направление куда угодно. Единственное, только что у нас есть здесь вот такая зона неотработанная. Ну, это как бы границы-то зоны мы отработали тогда, а вот саму зону нифига не отработали. Поэтому еще можем спуститься в нисходящем направлении. Если смотреть цели в восходящем направлении, то здесь остаются они прежними. Это уровень 111.654, находящийся в диапазоне 111.630-111.857. Пока здесь больше ничего не меняется. Доллар-канадец отлично снизился, оттестировал зону ликвидности. Пока что все идет по сценарию. Единственное, что сейчас, конечно, мы ожидаем действительно восходящего движения с очень хорошим потенциалом, по крайней мере, в 130 пунктов. Ну, посмотрим, насколько это будет оправдано или нет. Просто если евро-доллар мы ожидаем в восходящем направлении, то логично, что доллар-канадец при этом должен снизиться. Если, конечно, нефть не преподнесет какой-то сюрприз. Так или иначе, мы оттестировали только границу зоны ликвидности, поэтому еще один каскад снижения вполне ожидаем. Может быть, даже это будет какая-то шпилька, ложный пробой или разворотная конструкция. И после этого пойдем в восходящем направлении. Что касается канала, здесь мы пока что тоже нормально идем, но, как видим, движение немножко замедлилось. То есть здесь рисуется что-то типа нисходящего клина. Если знаете эту фигуру, вот он, этот клин у нас фактически идет. То есть вот одна линия, вот вторая линия. Мы знаем, что нисходящий клин обычно отрабатывается в восходящем направлении. Восходящий клин отрабатывается в нисходящем направлении. Это если говорить про классический технический анализ. Но не факт, что он здесь будет иметь место, потому что вот здесь что-то было наподобие клина, и мы выстрелили вверх. Поэтому сюрпризы могут быть вне всяких сомнений. Что касается ближайших целей, ну давайте посмотрим. У нас есть здесь несколько размерностей. Главное понять, какие из них отработали, а какие нет. Так, значит, есть вот эта размерность, она не отработала. Поэтому, наверное, наиболее удачная граница снижения это будет 1.2571-1.2546. То есть, если будет цена идти вниз, то отсюда можно будет смело пробовать какие-то агрессивные покупки со стоп-лоссом за вот этим диапазончиком. Ну и отрабатывать движение в восходящем направлении. Здесь будет у нас потенциал порядка 190 пунктов. Стоп-лосс при этом будет порядка 35 пунктов. Можно даже чуть побольше поставить, чтобы это было где-то, ну хотя бы за вот этим экстремумом. То есть, где-то, ну по крайней мере, 50 пунктов. Но это уже такой большой стоп-лосс получается даже для канадца. Поэтому объем должен быть соответствующий. Ну а пока, то есть, только такой у нас сценарий. Так. Идем дальше. Доллар-франк. Как видим, нифига мы не достигли вчера той зоны, от которой я собирался продавать. Сегодня тоже была попытка прорвать уровень сопротивления, но опять нас задержали. Ну, из этого только один вывод следует, что кто-то очень не хочет, чтобы у нас цена прошла выше вот этой зоны. Вот эту зону мы отрабатывали один раз. Теперь вот эту зону два раза отрабатываем. Но если мы третий раз ее пойдем отрабатывать, то здесь, скорее всего, будет пробой и вообще движение в восходящем направлении. Поэтому будем смотреть по факту. Сейчас здесь идея у нас должна быть какая? Ну, если вы стоите в шортах, то, в принципе, ваша идея абсолютно понятна. И я ее даже поддерживаю. То есть, это движение в нисходящем направлении к нижней зоне ликвидности. 0.92. 0.73. Цель. Вот. Но, тем не менее, вот тот факт, что мы несколько раз ударились о линию сопротивления, говорит о том, что что-то мешает цене пойти вверх. То есть, зона, как там правильно говорится, по книжке, не помню точно. Путь наименьшего сопротивления лежит явно не в восходящем направлении. Поэтому стоит об этом задуматься и отработать движение цены именно туда, куда она хочет и может пойти, а не туда, куда мы хотим, чтобы она пошла. Так что здесь толком ничего не меняется. Идем дальше. Австралиец доллар. Здесь без изменений, но здесь есть одна такая очень интересная особенность. У нас, аллилуйя, образовалась зона ликвидности. Вчера, когда составляли обзор, у нас австралиец был одной из немногих пар, которая за маловолатильную пятницу не отрисовала зону ликвидности. И вот вчера нам преподнесли такой подарок. Давайте дружно поблагодарим рынок. Спасибо, рынок. Но, к сожалению или к счастью, границу мы уже отработали. То есть, эта точка входа, к сожалению, утеряна. Произошло это в 9 часов утра. Конечно, можно было бы успеть... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, извиняюсь. Можно было бы, конечно, успеть все это отработать, но меня не было за компьютером и обзор я тоже в это время еще не делал. Поэтому эту точку входа мы благополучно пропустили. Блин, а точка входа-то была очень крутая. Вы сами видите. То есть, буквально на глазок оттолкнулись и пошли в нисходящем направлении. Ну ладно, ничего страшного. У нас будут обязательно еще точки входа. Значит, сейчас какая здесь у нас идея? Ну, раз мы оттестировали верхнюю зону ликвидности, нам теперь нужно оттестировать нижнюю. Поэтому мы рассматриваем движение вот на такую размерность. аккурат с вот этой зоны. И она нас как раз приводит, аллилуйя, в верхнюю границу нижней зоны. Все четко. Цель 0.72.318. Нижняя граница 0.72.117. Верхняя граница верхней зоны 0.73.310. Ожидаем вот... Не понял, где... Ожидаем вот такого движения. Так, идем дальше. Новозеландец. Новозеландец у нас, как видим, тоже снизился на фоне укрепления доллара. Значит, мы идем уверенно к нижней зоне ликвидности 0.69.636. Отсюда можно агрессивно покупать. Если кто-то не любит агрессивно покупать, тогда просто ищем какой-то разворотный паттерн и отрабатываем эту идею в восходящем направлении. Потенциал здесь у нас достаточно приятный. Очень хороший потенциал. Так что... Еще он не работает. А, во. Все. Заработало. Тепит, пен, чудит. Так. Потенциал, значит, здесь у нас 150 пунктов. Очень даже неплохой. Поэтому можно эту идею отработать. Что касается более дальних целей, если мы будем проваливаться, то здесь вам нужно будет поставить действительно большой стоп-лосс. Я думаю, не меньше 50 пунктов. По одной простой причине. Ну или, по крайней мере, поставить лучше маленький стоп-лосс, но потом, если что, перезайти. Потому что у нас есть уровень глубокой коррекции 0.69.321, который находится внутри зоны ликвидности. И есть еще одна неотработанная зона ликвидности, которая находится ниже ее границы 0.69.0.88. Поэтому мы можем в текущем цикле еще снизиться. А обоснование для снижения у нас с вами есть. Это вот эта размерность. Видите? То есть мы можем еще снизиться с текущих позиций как минимум на 33 пункта и оттестировать вот эту зону. А если мы рассмотрим не только вот этот каскад снижения, а еще и... Секунду. Сейчас нарисую, поймете. Так, а если мы рассмотрим все вот это движение, потому что коррекция здесь была такая достаточно неплохая, то увидим, что цикл снижения у нас может прийти вот сюда, к нижней границе ранее пробитого флэтового диапазона. Это 0.69.0.38. Даже отметим себе этот уровень. То есть, по сути говоря, вот эта зона для нас является в данный момент такой зоной интереса для покупок в цикле снижения. Поэтому здесь агрессивно мы можем надеяться только на какой-то отскок и тут же перевести сделку в безубыток, чтобы не терпеть лишние убытки. Вот. А если мы уже будем заходить в эту зону, то здесь можно будет смело рассматривать какие-то разворотные моменты на долгосрок. Идем дальше. Золото. Золото потихоньку снижается. Вчерашнюю размерность мы выполнили вообще идеально. Отскочили. Здесь была неплохая точка входа на 117 пунктов. После этого перешли во флэт. Новой зоны ликвидности не образовалось, как видим. Есть старые границы, которые пока не отработали. Поэтому с текущих позиций ожидаем снижение в котировку 1733.81. Нижняя граница 1725.68. Затем восходящее движение к 1764.11. Верхняя граница 1772.53. Пока на текущий момент этого сценария будет вполне достаточно. Дальше будем смотреть по факту. Серебро. Серебро вчера, видим, прикольно тестировало уровень минимальной коррекции. Была здесь неплохая реакция с возможностью перевести сделку в безубыток. Поскольку мы пробивали локальный максимум. Значит, сейчас мы снова тестируем линию поддержки и сопротивления. Я думаю, что ее стоит уже как-то удалить. Потому что она слишком давно у нас работает. Несмотря на то, что неплохо отрабатывает. Но вряд ли она будет себя так же хорошо вести в будущем. Поэтому удаляем ее. И здесь смотрим на следующий вариант. У нас есть цикл восходящего движения. Вот такой. Есть движение к уровню глубокой коррекции. Поэтому. Так. Вот это удаляем. А вот это оставляем. Значит, у нас получается зона, куда будем мы ожидать цену. Ограничивается 22.993. 23.064. Вот этой границей. Ну, а дальше уже смотрим по факту. То есть, пока что с текущей позиции мы покупаем 69.70 пунктов потенциала. Нефть марки Brent точечно оттестировала уровень 79.89. Отскочили. Пока что корректируемся. Вчера я говорил о том, что возможно мы будем отсюда уходить в нисходящем направлении. Но, как видим, после обеда к открытию американской торговой сессии данный сценарий уже стал неактуален. Потому что цена явно закрепилась выше 78.51. Сейчас у нас здесь идея следующая. Все размерности, которые мы были, которые мы рисовали коррекционные, мы переносим обратно. В смысле, не обратно, а дальше переносим. Далее берем вот эту размерность. Она, конечно, вряд ли будет также отрабатывать еще несколько раз. Но, тем не менее, 79.11 ключевой уровень. Давайте посмотрим. Ну да, здесь в ближайшем обозримом прошлом нет никакого экстремума, никакого зеркального уровня. Поэтому здесь, наверное, лучше уже эту размерность не использовать. Потому что раз, ой, раз, два, три она работала. То есть уже как-то стрёмненько на нее ориентироваться. Поэтому давайте ее вообще удалим. Так, вместо этой размерности мы посмотрим вот это движение, где у нас была коррекция промежуточная. И посмотрим, значит, здесь у нас есть два уровня минимальной и глубокой коррекции. 78.26, 77.42. Вот эти уровни. И заодно подтянем старые уровни, более глобальные. 77.05 и 75.61. Вот такие цели по коррекции у нас получаются по нефтемарке Brent. Причем обратите внимание, что вот эта зона, она лежит как раз в границах коррекционной зоны по структуре движения. 60 пунктов размах. И здесь получается 77.05, 77.40. Вот это та зона, куда я бы ожидал цену по одной простой причине. Потому что здесь мы и гэп закроем. То есть у нас есть гэп с пятницы на понедельник. И он пока не закрыт. По крайней мере, судя по котировкам вот этого брокера. Это у нас брокер Amarkets. Поэтому, собственно, здесь мы ожидаем именно снижения вот в эту область для того, чтобы закрыть гэп. Вот этот уровень промежуточный нам нужен для того, чтобы понимать, ну, по крайней мере, где нам смотреть коррекционное плечо и затем рассчитывать потенциал нисходящий. Дивергенция здесь локальная есть. Что касается глобальной тоже есть. Так что, ну, вполне возможен разворот. Вполне возможно. Тем более, что снизу есть несколько неотработанных зон ликвидности. Идем дальше. Доллар-рубль. Идем в восходящем направлении после ложного пробоя. Здесь граница волнового уровня у нас 72.294. Не путайте, пожалуйста. Это не то место, откуда стоит принимать решение по покупке. Это граница волнового уровня. То есть если мы ее пробиваем, то мы идем однозначно к следующей цели. 71.874. И дальше только отсюда мы с вами будем покупать. А пока что мы рассматриваем вот эту конструкцию на предмет усеченной. Причем здесь есть у нас вот эта конструкция, которую мы также рассматриваем. И ориентируемся именно на младший таймфрейм. То есть здесь у нас получается вот такую конструкцию мы ожидаем. Так же, как, по-моему, на евро-долларе. И ждем движения в восходящем направлении. Что касается потенциала, ну, нам бы обновить сначала локальный максимум, а затем уже говорить про какие-то дальнейшие цели. Так что цель пока 73.573. И биткоин. Биткоин. Значит, а что это у нас был за уровень? Я уже не помню нифига. Так. Это, наверное, уровень глубокой коррекции был, я так понимаю. А, нет, это была зона ликвидности. Да-да-да-да-да-да-да. Это у нас были границы зоны ликвидности, которые отработали вот таким образом чудесным. Значит, что сейчас у нас по биткоину? У нас здесь явно прослеживается линия поддержки. Вот такая. Я специально обрезал шпильки, потому что, честно, с ними тут, особенно что касается криптовалют, это одна беда. Поэтому без шпильок все выглядит гораздо симпатичнее. Значит, вот такой трендовый канал у нас есть. Текущих позиций рассматриваем восходящее движение. Цели остаются прежними, да и как бы цикл у нас не закончился. То есть есть нисходящее движение. Вот он, минимум. И теперь мы ожидаем такое же восходящее движение в рамках трендового канала. То, что мы не обновили локальный максимум и снизились, ну да, это как бы тоже имеет место быть. Но если мы даже с вами посмотрим вот по такой размерности, то все равно мы идем в восходящем направлении. Почему? Ну, потому что как минимум у нас последовательно идет именно восходящее движение и подтягивание минимумов. Так что рассматриваем основное направление именно в лонг. Собственно, это все. Все торговые идеи на текущий момент. Надеюсь, данное видео было для вас полезным. Не забывайте ставить лайк и подписываться на канал. И еще раз говорю, если у вас возникают вопросы по торговле или по торговому советнику, мониторинг которого мы подключили на сайт MyFXBook, то вы можете либо обратиться ко мне через платформу Amarkets, либо написать мне в личку в Telegram. Еще раз. Мой Telegram логин Galaxy, нижнее подчеркивание, com. Желаю вам всего хорошего, профита, успехов. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok